Музыка Построенный к Московской Олимпиаде универсальный спортивный зал дружбы на своем веку повидал немало спортивных событий и соревнований. Но даже среди них вряд ли найдется такое второе, где титул в течение пяти сезонов разыгрывают две команды. И это не просто соперники, это команды с одинаковыми названиями – «Динамо Казань» и «Динамо Москва». Пятый подряд очной встречи в финале плей-офф чемпионата России команды подошли с неизменным балансом сил. Победившие в четырех последних финалах казанцы фавориты, москвичи вновь в роли претендентов. После двух побед в столице Татарстана судьба Сирии могла решиться уже в третьей встрече. И поначалу этот факт сыграл за хозяев. И без того упорная первая партия перетекла в максимально плотную концовку, в которой соперникам достаточно долго не удавалось оторваться друг от друга больше, чем на два очка. А все комбинации в атаке для верности разыгрывались под лидеров команд – Екатерину Гамову и Наталью Обмачаеву. В итоге 28-26 и «Московская Динамо» на глазах собственных болельщиков берет первую партию в этой финальной серии. У Казани очень хороший блок, поэтому, в принципе, мы хотели ускорить свою передачу и играть на разрыве. Ну, со многим все равно не справились, потому что, действительно, сегодня прием был слабоват. Слабость на приеме существеннее всего сказалась во второй и третьей партии, которые «Москвички» после упорной борьбы в первой отдали практически подчистую. 25-16, 25-19. Показалось, что больше препятствий между Казани и титулом не осталось. Но тут в дело снова вступили подгоняемые трибунами дружбы «Москвички». Наверное, тут как бы двоякая ситуация. Мы, похоже, сыграли в блоке защиты и очень агрессивно действовала атака сегодня «Динамо Москва». Очень агрессивно. Плодом этой агрессии стал перелом, который хозяева внесли в ход, неудачно складывавшись из четвертой партии. В ней «Москвички» побеждают с учетом 25-20, но в укороченном сете берет свой победный опыт «Динамо Казани», который буквально уничтожает блок соперниц, а старт или рывок 7-1 спокойно развивает полноценный успех. 16-5, 3-2 по сетам, 3-0 в серии. Зоу по чемпионату России в пятый раз подряд отправляется в Казань. Сегодня игра была очень ровная. И вы сами видели, только в пятом сете решилась судьба матча. Я считаю, что чемпионат прошел довольно-таки успешно. Очень внимательно следили мы за игроками сборной. И могу сказать, что многие проявили себя очень-очень неплохо. Впрочем, аппетита неплохо будет недостаточно, чтобы описать игру Наталье Обмачаевой. Диагональная московского «Динамо» после традиционного опроса тренеров была признана лучшим игроком Суперлиги и стала обладателем приза Булдаковой. Однако главный трофей сезона остался за «Динамо Казани». Я думаю, и визуально казалось, что игра не всегда складывалась в наших пользах. Были напряженные моменты, были легкие моменты, но мы с этим справились. Сегодняшняя игра – это демонстрация, в принципе, это совсем непросто. И две предыдущие игры, несмотря на счет, были достаточно тяжелыми. Но победа есть победа, это просто главное. Это превосходство характера, силы воли. Я благодарен девчонкам за это. Конечно, мы это заслужили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!